МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Исследователь пытается спасти женщину-робота с искусственным интеллектом, который он создал сам. Перед началом съемок ученые усердно работали с Эрикой. Сейчас она признана самым реалистичным гуманоидным роботом. Съемки будут проходить в нескольких местах в Японии и Европе. Эрика была создана два года назад командой японских исследователей. Вот как она выглядит, вы видите на своих экранах. Ну а люди, которые устали от ежедневной суеты, множество людей вокруг и правил, которые они обязаны придерживаться, могут решить все свои проблемы одним махом. Хотите быть хозяином и не только в своем доме? Становитесь владельцем целого города. Такую возможность дарит вам Новой Зеландия. Здесь есть небольшое поселение Мелансфоли ранч, которое совсем недавно выставили на продажу. Приобрести себе целый город можно всего за 7,5 миллионов долларов. В городе есть около 10 зданий. А вместе с ними и территории покупатели получают готовый бизнес по производству меда. Этот город в 2006 году построил местный энтузиаст. Поселение рассчитано на 22 человека. Три жилых дома, которые здесь построены, больше просто не вместят. И есть еще в Мелансфоли ранчо. Также офис шерифа, кинотеатр и здание суда. Вы видите, что до суда не дойдет дело. Я надеюсь, да. До суда не дойдет дело. И жители этого городка будут жить мирно и никого обижать не будут. И счастливо 22 человека. Хищение меда не должно быть в этом городе. Ну, а мы движемся дальше. Между тем, брат сестру из Кишинева решили дарить новую жизнь старой обуви и превратить это в настоящий бизнес. Они открыли ателье и теперь чистят, полируют, восстанавливают обувь, которая, казалось, уже отжила свой век. Молодые люди говорят, что в период пандемии их дело пошло в гору. Доходы многих людей сократились, и теперь они предпочитают привести в порядок свою старую обувь, а не покупать новую. Наталья Стойко и ее брат совсем недавно вернулись из-за границы. Открывать в Кишиневе обувное дело, и мыслей не было. Идея заняться этим пришла абсолютно случайно. Идея банальная. У моего брата были белые текстильные кроссовки, на которых после домашней чистки все равно оставались пятна. Он начал искать в интернете, как можно почистить обувь. Начинающие бизнесмены быстро выяснили, что подобным занимаются во всем мире. Они купили специальное оборудование в Италии и открыли собственное дело. Чтобы обувь выглядела как новая, нужно пройти несколько этапов очистки. Первый этап – обработка парогенератора, то есть чистка внутренней и внешней стороны обуви. Затем следует этап сушки. Потом начинается процесс обработки кожи, полировка, покраска. Несмотря на то, что бизнес Натальи и ее брата только начал свою работу, недостатка в клиентах молодые люди не чувствуют. Как правило, приносит классическую обувь, а также спортивную типа кроссовок. Восстановление старой пары обуви стоит от 180 до 400 леев, в зависимости от модели. Ритмичная городская жизнь заставляет нас отдавать предпочтение стильным, удобным и универсальным аксессуарам, которые подойдут для любой ситуации. Отличным выбором для активных людей станет рюкзак в спорте от Волмакс. Эта модель одинаково хорошо подойдет для работы, тренировок и поездок. Все ваши вещи с легкостью разместятся в многофункциональном внутреннем пространстве и внешних карманах. А для любителей классического стиля – рюкзак элегант. С ними вы, конечно, всегда забудете о потерянных в сумочке вещах, потому что здесь есть несколько отделений для более удобного хранения. А благодаря уникальной защите от товаров, вещи всегда будут в ценности и сохранности. Звоните по номеру телефона, который вы видите на своих экранах, и заказывайте ваш идеальный рюкзак всего за 599 леев. Время действия нашей акции и скидки в 50% ограничено. Не упустите свой шанс, потому что в обычное время данные рюкзаки намного дороже. И еще раз мы вас приветствуем в телемагазине. Мы сегодня решили пройтись по лесу, Саня. Это да. Вот такая прогулка, и что может быть удобнее рюкзака. Ну что, я своим, конечно, мега довольна. Давай начнем с тебя. Я понимаю, что ты мега довольна, потому что у тебя легкий рюкзачок. Нет, нет, нет. Ты там, скорее всего, взяла самое необходимое для тебя. Помадки, зарядка для телефона. Нет. Когда будем разбирать мой рюкзак, ты поймешь, что практически вся семья. Ну, мой рюкзак… Я часто в жизни, в обычной жизни хожу с рюкзаками. Это же люблю. Хоть я давным-давно уже учебу закончил, но считаю, что рюкзак-то практично на все случаи жизни, и туда многое что помещается. Поэтому он всегда такой же тяжелый, как и в этой программе у меня. Поэтому можно выносить на двух лямочках. Ты знаешь, вот пока, мне кажется, со стороны совершенно не видно, что он тяжелый, наверное, потому что он все-таки Смотрите, лямочки регулируются, и можно выставлять саму степень натяжения таким образом, чтобы они горбились, а наоборот, ходили стройники. Таким вот образом он выглядит на… Слушай, это рюкзак для повседневной жизни, раз. Это рюкзак для всевозможных поездок. Сейчас мы совершаем очень часто на выходные дни такие небольшие туры по нашей стране, потому что больше особо ездить-то некуда. Так вот эта вещь, она просто необходима. Плюс ко всему, что самое важное и интересное, что это рюкзак универсальный, раз, а второй он унисекс. То есть он подойдет и мне, вот если я его примерю. Конечно, конечно, он подойдет и мужчинам, и женщинам. Сейчас давай посмотри, я мерить не буду, давай сначала разложим. Можно носить и с помощью таких вот лямок на плече, так и с помощью ручки, если вы хотите, допустим, Так он выглядит как сумка, а если ты надеваешь его на лямки, то, соответственно, он выглядит больше как рюкзак, в который вмещается, наверное, больше, чем… Ну, если, допустим, вы… Хотя я часто вижу вот в разных странах, что даже мужчины в смокингах и пиджаках, там, в каких-то делах в костюмах, не особо стесняются, всегда с рюкзаками могут в велосипеде передвигаться из пункта А в пункт Б, допустим, в свой офис, и ничего… Здесь тот же Нью-Йорк, да, этот стиль не мешает. Этот рюкзак, мне кажется, вдвойне подойдет как раз тем людям, которые ведут активный образ жизни, занимаются не только спортом, но и много гуляют, много путешествуют, помимо этого еще и работают, не забывают о том, что надо зарабатывать деньги, поэтому вы можете спокойно прийти в офис, и дресс-код это позволяет. Что у нас в этом довольно тяжелом рюкзаке? Да, я присяду для того, чтобы посмотреть содержимое твоего рюкзака… Благодаря тому, что мы туда поместили в обычное время… Мне очень нравится, знаешь… В обычное время, конечно, он легкий и очень-очень вместительный. Сейчас мы покажем, что здесь есть. Давай, начало… Для начала мы на полянке расположились, я постелю… Как здорово! Ничего себе! Весь джентльменский набор абсолютно вмещается в этот рюкзак, и не только, я так понимаю, что с работы. Вот эта вот штучка, на которой можно сделать пикник. То есть это чтобы я не сидела на травке, я так понимаю, да? Точнее, чтобы я не сидела. Круто! Какой ты эгоист! Я поняла. Так, ну присаживайся сюда. Давай, присаживайся. Хорошо, я присаживаюсь. А я? Я пытаюсь… Ух! Да, есть, есть. Знаешь, что мне нравится, что его ручки, его ручки, они практически, как бы вот, они под кожу сделаны, но, тем не менее, это эко-кожа, но выглядят они очень так. Она крепкая, она крепкая, она должна с легкостью выдержать бы даже большой вес, ну, главное тот вес, который вы можете унести. Я думаю, что многие знают, что рюкзаки слишком-слишком нагружать не стоит, потому что это дополнительное давление на наш позвоночник, усилия, которые, ну, не всегда хорошо и благоприятны для этого здоровья. Благодаря своему удлиненному дизайну, вот, вроде бы, кажется, что он довольно длинный. Это позволяет с легкостью уместить довольно такой вот… Классный компьютер сюда вместился. Крупный лаптоп, да, тяжелый, еще прошлого поколения. Только не бросаем. Помимо этого, здесь у меня книга для тех, кто еще не разучился читать. Ну, ничего, мы любим читать много. Здесь у нас еще есть специальное такое вот пространство. Кстати, вот здесь тоже можно хранить… Я вот так чаще всего здесь вот такие вот пространства храню лаптопы, либо какие-то iPad. Почему? Потому что есть специальное дополнительное… Отделение, да? Да, отделение. Оно имеет специальную прокладку мягкую. Это предотвращает удар. Если, допустим, вы, не знаю, в общественном транспорте где-то находитесь. Помимо этого, это застегивается все на липучку. И даже если вы куда-то спешите, торопитесь, то iPad, либо лаптоп, он не вылетит из этого кармана. Это очень важно. Продай. Есть специальные еще два отделения для бутылочек. Можно переносить вот такие вот различные… Ой, я люблю эту бутылочку. …стаканчики, просто воду. Сейчас, когда у нас в улице стоит страшная жара, вода всегда должна быть. Сколько нужно корове пить, сколько нужно пить человеку, мы уже все давно знаем. Так. Что еще у нас тут есть? У нас есть очень классные такие вот боковые кармашки. Здесь у нас могут поместиться вкусности различные. Ага! Ничего себе! И книг будет бренджи пока только помидорками. Слушай, ну отлично! Они тоже заляют жастами. Да, этот внутренний кармашек, он застегивается на молнию. Смотрите, вот тоже. Здесь можно хранить тоже какие-то необходимые вещи. Вот. Ну а все самое ценное, если у вас есть что-то ценное… Всегда все есть. В женской сумке особенно. …часо отвлекаетесь и переживаете, чтобы люди, которые занимаются не совсем правыми действиями, не залезли вам в рюкзак. Мне нравится этот карманчик, для такого. Плюс ко всему, поверь мне, что, мне кажется, такой рюкзак, он прослужит очень долго. Потому что мне лично нравится, что последние годы, это года два-три, наверное, три, если… Вот рюкзак, он вошел в моду. Это такая трендовая вещь. И слава Богу, потому что, на самом деле, очень удобно жить с рюкзаком. Очень удобно. Я вот женщина, у меня много сумок разных, от маленьких до больших, да. Но я обожаю носить рюкзак, то есть носить рюкзаки. И что говорить, твой рюкзак мне очень нравится. Я расскажу сейчас буквально… Нравится то, что… Да, перед тем, как ты расскажешь о своем рюкзаке, я бы хотел отметить, что если вы постоянно смотрите нашу программу, то вы наверняка уже помните, что компания «Волкмасс» выпускает очень классную, удобную, стильную обувь. Поэтому они знают в этой компании, что сейчас является модным, что в тренде. И вы таким образом решили еще дополнить свою линейку и рюкзаками, сумочками, о которых сейчас и сейчас расскажет еще Иоанна. Ну ты знаешь, если на тебе он смотрится очень гармонично, этот рюкзак, но если я в какой-то поход пойду с ним, то мне кажется, и мне он подойдет. Конечно, он абсолютно универсальный, он подойдет как и мужчинам, так и женщинам. Ну что, стильно, практично, элегантно все это рюкзака от «Волмакс». Просто выберите аксессуар, который подходит к вашему повседневному стилю и наслаждайтесь качеством. Рюкзак «Спорти» подойдет любителям активной жизни, спортсменам и путешественникам. Вы с легкостью сможете вместить сюда все необходимые вам вещи и гаджеты. Секрет этого рюкзака в том, что вы с легкостью можете превратить его в спортивную сумку, которая станет не менее стильным аксессуаром в ваших руках. Рюкзак «Элегант» — это отличный выбор для любителей классического стиля. Все, что вам необходимо, всегда будет у вас под рукой. Более того, вы можете забыть о долгих поисках нужной вещи и не переживать о том, что в ваш рюкзак заберутся воры. Приобрести рюкзаки от «Волмакс» зрители телемагазина сегодня могут за скидкой в 50%. Звоните по номеру телефона, который вы видите на своих экранах, и этот стильный аксессуар станет вашим всего за 599 леев. В магазинах наших партнеров рюкзаки «Волмакс» продаются по цене 1199 леев. Ну что, я плавно перехожу к своему рюкзаку. Мы поговорили сейчас о рюкзаке линейки «Спорти». Да, это спортивный такой больший стиль. Хотя, на мой взгляд, он подойдет людям, которые и отправляются в фитнес-залы, либо на тренировку. Здесь можно собрать и спортивную одежду, и обувь. Также они подойдут к этим людям, которые просто хотят отправиться за покупками в магазин, либо в офис на работу. Необходимо поместить тот же лаптоп, какие-то документы. Все это с легкостью вы сможете уместить. Помимо этого, сам размер этого рюкзака позволяет это сделать. Мне нравится, что сюда и пикник вмещается, помимо работы. Кто умеет работать, тот должен уметь и отдыхать. Ну, горжусь я вот этим изобретением. Мне реально он очень нравится. Мой рюкзак, он тоже терный. И посмотри, это то ли сумка, то ли рюкзак. То есть это очень элегантное изобретение тоже компании «Волмакс». Рассказываю, что в него вмещается. Ну, практически вся жизнь. Наша жизнь без телефона, она, естественно, как бы невозможна сейчас. Поэтому очень самые необходимые вещи я кладу вот в это отделение и закрываю на, скажем так, на магнитную ленту. Опять-таки, дезинфектант для рук, то без чего мы сегодня не живем. И, наверное, слава богу. Маленький тебе совет. Если ты будешь ездить в общественном транспорте, лучше самые необходимые вещи клади внутренние карманы. Ну, ты же знаешь, что это бывает резко. Билетик показать контролеру, но лучше там телефоны не хранить. Да. Отвыкла я от такой жизни. И в этом рюкзаке, кстати, есть. Я думаю, ты уверена, ты знаешь об этом. Очень-очень много отделений. Я расскажу вам, что делать, если вы едете, опять-таки, такое, знаете, ноу-хау. Что делать, если вы едете в общественном транспорте? То есть, если вы просто одеваете рюкзак по-другому, вот так, Денис, и тогда варам, ничего. Понимаешь? Тоже правда. Такой легкий ноу-хау, кстати, от одного из наших экспертов, который когда-то был в нашем проекте. То есть, ты одеваешь вот так рюкзак, и вот здесь вот телефон зазвонит, и поговорил все. Это популярно. Популярно выходить с этой сложной ситуации. Правда? Потому что карманники работают не только в нашей республике, по всему миру. Есть такие, конечно же, точки издевленные в туристических городах. Да, 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 да. Это правда очень удобно, когда ты путешествуешь, потому что ты понимаешь, что на тебе только один рюкзак, и в нем со жизни. Если что-то из этого пропадет, то ай-яй-яй. Так, дальше вот следующее отделение мне тоже очень нравится. Вот здесь вот как бы, понятное дело, кошелек, да? То есть, что у меня обычно в рюкзаке, прям стесняюсь. У тебя много здесь карт? У меня немного здесь денег, зато много всяких вот таких вот. Да? Да? Показать? Ну давай. Я не навекал, что это продемонстрировалось. Он огромный и все остальное. Кошелек мы себе не предлагаем приобрести. Кошельки не предлагаем, удостоверения, карты. Карпички, детские рисунки, детские фотографии. И ни одного лея в нем. Ни одного лея. Нет, тут 10 лея, вот 20 лея, да. А тут еще тут преднестровские деньги, которых я сто лет назад вложила и забыла про это все. Ну и опять-таки открытки и все остальное. Ну всякие там письма. Водичка. Вода, без чего мы как бы, да. Сегодня действительно ни один поход на улицу не обходится без воды. Естественно, солнцезащитные очки. А вместе с ними и сережки. Ну так. Ты еще и хранишь очки в футляре, правильно делаешь? Я стараюсь это делать, потому что... Потому что я вот как бросил, так и забыл их. Денис, я... Каждый раз приходится... Открой тебе секрет, я тоже, но вот для программы постаралась. Не, ну на самом деле надо хранить в футляре. Вот. Значит, ежедневник или то, где записываются все-таки пометочки, всякие свои идеи. Понятное дело, без меня. Ты пометил, да, что сегодня этот рюкзак стоит 199 леев? А, да? И еще я 199 леев пометила. Точно, надо пометить и все. Вот. Ну я тоже профессиональный, прогрессивный человек, поэтому у меня тоже такой мини-планшет есть, на котором можно все записывать. Смотрите, у меня даже больше вместилось, чем в твой рюкзак. Ну я так шучу, конечно. А, ну и самое главное. Вот здесь вот задний этот самый кармашек специально рассчитан для чего? Для ключей. От машины, вот, ну понятно, да, от машины и от дома. Ну там обычно будет храниться и помадка, и еще что-то для того, чтобы... Да, 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 вот ты прав абсолютно. Подкраситься, да. Ну ты посмотри, сколько всего вместилось в этот элегантный рюкзак, и как здорово. Он правда мне очень нравится. Здесь получается два больших отделения, ну, среднее отделение, большое отделение, и в большом вот мне очень нравится, потому что здесь внутренний карман. Вот раз. Вот там надо телефон хранить, и там документ надо хранить. Ты представляешь, вот ты мне будешь звонить, и я... Да. Ну подожду я, пока ты поднимешь трубку, но зато ты ее поднимешь, а не ответит мне какой-то посторонний человек. Алло. Да? Ларисе Вану. Либо, да, то, что твой телефон уже отключен. Ну ладно. Нет, это правильно, потому что телефон этот сажит. Мы так расписали, что у нас вообще в сан-транспорте небезопасно ездить и передвигаться. Не так все плохо. Ну это правда. Но это практичное решение, и вы можете хранить одно ничь. Очень много всяких замочков, очень много всяких... Это сумка-органайзер, это рюкзак-органайзер. Без чего действительно, ну, как бы сложно. Ты должен быть организован. У нас очень такой уровень жизни такой, понимаете, как... Вот. И, соответственно, мне очень нравится... Посмотрите, как он выглядит, да? То есть мне нравится, как он выглядит. Можно его и вот так носить, да, соответственно. То есть если он тяжелый, то можно по-другому, точно так же, как ты, начал свой рюкзак носить. У меня тут, конечно, вся техника. А там есть еще и молния, насколько я понимаю. Да, и это молния, она делает... И можно из двух лямочек сделать одно. Вот, допустим, на плече, если ты любишь носить. Да-да-да-да. Вот я люблю тоже на одном плече носить, как бы, хотя вот, хоть маленький рюкзак, но чаще всего он тяжелый. Поэтому, ну вот, мы застегиваем на молнию, да, то есть как бы вот до определенного момента на езде. Ну это очень удобно. Это удобно, это просто поехал. Вот так. И никакой общественный транспорт тебе не страшен. Ну что, вы смотрите, мы разложили целую жизнь перед вами. Я понимаю, что в моем захнете больше поместилось. Кучу мелочей я, конечно же, спрятала, всякие там помадки. Что в твой рюкзак? Ну, у меня вместительность намного больше, но... Ты с ним в легкой, с легкостью, вот знаешь что, вот откроются сейчас все эти авиаперелеты, лоукост и все остальное. Мне кажется, что для путешествий тут вместе все необходимое. Ой, перепроверяйте только перед тем, как вы будете у лоукосты садиться, потому что каждый месяц эти лоукосты меняют размеры чемодана, весу, может, вы потом не обожглись. Бывали такие истории. Ну, вообще, сочетание множества функций в одном актуаре. Это качественные материалы и стиль, который будет актуален еще несколько лет. Все это, как вы уже догадались, о рюкзаках Vomax. Обо всех преимуществах и особенностях которых вы уже узнали. Теперь выбор за вами. Приобретайте стильный, прочный, универсальный рюкзак спортивного или классического стиля за полцены. Звоните по номеру телефона, который вы видите на своем экране, и рюкзак в спорте либо элегант станет вашим всего за 599 леев. Этот аксессуар будет вам надежным другом в спортзале, в путешествиях, в повседневной жизни или на деловых встречах. Поторопитесь и воспользуйтесь нашим предложением прямо сейчас. В магазинах наших партнеров за эти рюкзаки вам придется заплатить в два раза позже. Абсолютно согласна. Ну, в общем, я думаю, что наши зрители программы телемагазин уже определились с выбором, какой рюкзак им необходим. Я бы, честно говоря, взрослась раза в два, потому что в течение мне нравится. Ну, а мы продолжаем нашу программу. У нас еще много ярких, интересных новостей для вас. Жительница Индии благодаря предложению WhatsApp смогла найти свою семью спустя 40 лет. В 1979 году водитель грузовика подобрал искусственную пчелами женщину, которая практически не могла говорить. Да, мужчина отвез ее к себе домой и так не сумел выяснить, откуда женщина, и оставил ее жить в своем доме со своей семьей. А тогда Анчан Ноуси было 53 года. Очень рассказывали, что она была эмоционально нестабильна. Часто бормотала что-то на непонятном языке и говорила, что она из деревни Ханжма-Нагар. Но найти это место так и не удалось. В мае этого года новая семья Анчан снова попыталась узнать, где ее родные. На этот раз женщина назвала город Параспур. Он нашелся на карте. Спаситель бабушки связался с местными жителями, который рассказал, что недалеко действительно есть такая деревня. Называется она Ханжма-Нагар. Затем видео с Анчан публиковали в местной группе в WhatsApp. И они узнали ее жителей и, конечно же, родной внук, что самое главное. Говорят, что семья женщины разыскивал ее все эти годы. Как только ослабились карантинные меры, 93-летняя Анчан отправила свою родную семью. А вы знаете, что самые красивые брови у кошек? Это пользователем интернета доказал бомбийский кот по кличке Корнелиус. Он живет в США и благодаря своей хозяйке уже стал настоящей звездой в социальных сетях. Любимцем интернет-пользователей во всем мире Корнелиус стал случайно. Его хозяйка завела аккаунт в социальной сети, на который вскоре подписалось очень много людей. Белые брови Корнелиуса – особенность, которой он родился. Мех между глазами и ушами бомбийского кота так и не вырос, а вскоре это сделало его настоящей звездой. Для фотографий кота обычно наряжают в галстук бабочку или шарфы. А между тем, пандемия коронавируса принесла что-то новое и необычное в жизнь каждого из нас. Самым серьезным испытанием для многих стала необходимость работать дистанционно. Конечно, некоторые восприняли эту идею и с энтузиазмом, мы обрадовались даже тому, что теперь можно дольше быть в ротных стенах и рядом с близкими. Но для большинства удаленная работа – это стресс, справиться с которым в одиночку действительно не получилось. Психологи говорят, что клиентов у них стало гораздо больше, поэтому специалисты решили создать своеобразный свод правил для тех, кто вынужден был превратить свою квартиру в офис. Олеся Медведский – преподаватель физики. Женщина рассказывает, что когда в марте школы перешли в режим дистанционного обучения, ее нагрузка выросла в три раза. Но есть в работе онлайн и преимущества. Теперь у Олеси появилось больше времени для общения со своими детьми. Для меня это стало серьезным испытанием. Столкнулись две мои основные роли – преподавателя и родителя двоих детей – учеников первого и второго класса. Я устроила кабинет на кухне, а мой рабочий день начинался с момента, когда я включала компьютер. Сарина Раэляну – сотрудник международной IT-компании. Четыре месяца назад девушка тоже была вынуждена соорудить рабочий кабинет прямо в одной из комнат своей квартиры. Но работа в режиме онлайн Сарина устраивает. Теперь у нее появилось больше времени на сон. Иногда я не слежу за временем, забываю сделать паузу, чтобы сохранить ясность мысли и работать эффективно. По вечерам я занимаюсь йогой онлайн. Это очень хорошо помогает расслабиться. Специалисты рекомендуют не засиживаться в импровизированных домашних офисах и находить время на перерыв. В это время вы можете пообедать или просто пройтись из комнаты в комнату. А вот длительная сидячая работа без пауз перед экраном компьютера может отрицательно сказаться на вашем здоровье. Нужно заново учиться, сосредотачиваться в домашних условиях, отвлекаться от проблем, от всего, что нас тут окружает. Нужно создать уголок, который предназначен только для работы. Но не следует забывать о необходимости периодически делать перерывы. Многочисленные исследования доказывают, что для высокой производительности очень важно хорошо питаться. Если вы работаете дома, вам лучше ограничить потребление жирной пищи и отдать предпочтение овощам и фруктам. По данным Национального бюро, статистики за первые три месяца этого года количество людей, которые работают дистанционно, выросло в два с половиной раза. За это время в Молдове прибавилось 16 тысяч человек, выполняющих свою работу из дома. Это было все, что мы хотели рассказать и показать вам сегодня. Ну а завтра будет новый день и новый выпуск нашей программы. Всем хорошего продолжения этого дня и оставайтесь в телемагазине. Пока-пока.